Вот это вот оказалась одна из плодоносящих в этом году черешин. Кстати, вот она висит. Вот это самое. Верхушки обияли птицы быстро, даже не дали толком созреть. Но дело в том, что я вам показываю разницу. Вот это черешня, такое она стала за все годы. Ну, допустим, начало три года назад, лопнула кора и, скажем, годом рано увеличилось. И теперь я говорю то, чего не может быть никогда. Я вам говорю, спасение было только в том, чтобы ничего не делать. Сразу с конца начинаю. Вот это вот, вот таким вот образом, вот она, если видите курсор, это новый штамп. Вот он. И он абсолютно здоровый. Вот это все вышелущивается, уходит, и она нормально после этой страшной зимы плодоносила. Фотографии я вам показывал, еще у меня не сделаны, но не все показывал. Теперь второй момент. То, что я называю, селекция наоборот. То есть мы все время говорим, влияние под войной на прямой. Можно спорить. Люди даже на кадр ушли за эти споры. Знаете об этом. Вспомните судьбу Вавилова. Сам Дарвин, ну казалось бы, ну что он садовался понимает. Оказывается, прекрасно это, разбирался. Так вот, все наоборот. То есть мы в данном случае, в черешне, то есть вишневую под войну должна увеличить морозостойкость. Так, вы увеличил, значит бы не было бы и выражаем. В какой-то степени, конечно, все-таки черешня и черешня сохраниться в первозданном виде она не могла. Спасение было в том, чтобы не лечить. И она до сих пор жива. И сколько лет будем мы с вами общаться, сколько лет мы будем за ней наблюдать. Лена Александровна, таких примеров у меня примерно 100-150. Нет, я считал около 200. Вот. Теперь я вам не завидую. Все еще не поздно. Билеты вперед. Ну вот, например, нижняя ветка сухая, но ее еще не обрезали. Тут уже отстригли, она начала усыхать. Елена Александровна, я сразу скажу, тот, кто считает, что сухая ветка губы-дерево, он абсолютно не прав. Это сложившаяся, обязательно отрезать, еще за под лицом. Чтобы туда вот через эту рану грибы, чтобы мороз нет, уже ее не трогая, для дерева пользы больше, это один из моих будущих постулатов. Книги этого не жаль. А, кстати, и книги нет. Значит, будет книга. Так вот, нетронутая ветка, сухая, безопаснее дерево, чем тарана страшная, когда ее отрезают. Вот я уверен, что вы со мной вот сейчас тут же согласитесь. Да. Она мешает кому-нибудь? Нет. Она может жить и жить с этой сухой веткой еще лет стоить, если его дальше не колечить. Ну вот, обратите внимание, здесь везде обрезаны ветки. Вот, 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 вот обрезаны. А там вторым ярусом уже усохшие ветки. То есть, чем больше они их отрезают, тем больше новых засыхающих веток. Вот они все сзади, все уже сухие. Они только не понимают этого, что дерево колечит. Вот не знаете все. Ну, есть ведь наука, которая уже устоялась, сложилась, поэтому вот так все и работают. Вот я думаю, что мы для этого и работаем, чтобы что-то новое привнести. И раз мы им своим примером показываем, что можно по-другому, я думаю, что вот наша альтернативная агротехнология, может быть, кому-то она все-таки будет известна, кто-то ее услышит. И я надеюсь, что как раз в академических кругах. Только вы, когда вы это выйдете в академию. Раньше бесполезно. Бесполезно. Ну, будем пробовать. Пока еще есть порох в пароховнице. Будем пробовать. Вот, все срезано на кольцо. Вот одна веточка осталась, а эти срезаны заподлицо. Здесь немного затянулось. Вот эти все срезаны на кольцо. Но, тем не менее, они уже сухие. Вот здесь сухая ветка. Сами искали все. Это называется летние зеленые операции. Это прямо есть такой термин зеленые операции. В течение вегетационного сезона подстригать. Но, правда, вот хороший экземпляр. Здесь достаточно и плодов, и они достаточно крупные. Но это, опять же, единичный экземпляр. Вот нашлась даже прививка. Вот такую же, как мы делали. Ну, посмотрим, как за нашей-то мы сможем наблюдать. А вот эта одна явно уже погибшая, а вторая еще... Нет, не обязательно. Там почка может быть живая. А может, она проснется еще. Посмотрим. Продолжение следует...